друзья всем доброго времени суток сегодня у меня выходной сегодня понедельник и я хочу приготовить баклажаны вернее замариновать баклажаны собиралась вчера это сделать все приготовила сейчас достану это с холодильника я это все заготовила еще вчера утром думала придут работы приготовлю вчера были другие тела так перчик морковка и 3 баклажана ну вот так насчет четыре зубчика чеснока еще нам не хватает головки лука я ее сейчас почищу клуб у меня в корзинке взяла вот такой вот большую луку лицу готова еще нам понадобится перчик возьмем нет у меня мусорного ведра я не люблю я собираю мусор вот сейчас приготовлю и пойду сразу выкину чтобы не скапливался и не вонял и возьмем соль так соль перец и еще нам нужен уксус 9 процентный еще по рецепту нам понадобится петрушка у меня тут чуть-чуть дружки хватит если еще салат но его никто не ест раз сделали салатик с ним его выкину ну вот в принципе все ингредиенты все продукты которые нам понадобятся для баклажан ну а теперь приступим уже готовки нам надо будет порезать баклажаны кружочками наверно с пол сантиметра вот такими вот кружу кружочками я их порезала сейчас дорежу остальные баклажанами окончено баклажаны берите тонкие мне кажется совсем толстые пузатые брать не очень потому что нам еще надо будет это все обжаривать сейчас я посолю баклажаны хорошенько перемешаю все и пусть усаливаются стоят а сейчас нам надо будет крупно порезать все остальные овощи перчик я вот такими дольками крупными пальчик толщиной порезала морковь морковь вот такие брусочками это после баклажаны темные стал как баклажан резала лучок лучок наверное полукольцами толстенькими порежу ну вот таким вот образом и теперь все вот это нам надо будет обжарить на большом огне две минутки чтобы она немножко подзолотилась но внутри было хрустящим сейчас я хорошенько прогрею сковороду с маслом пока прогревается сковорода я сейчас быстренько нарежу чесночок и петрушку чтобы не объесться петрушки валом чесночок вот такими мелкими кусочками петрушечка так а теперь высыпаем наши овощи сковороду 2 минутки не забывайте вот так я распределила минуту с одной стороны и переверну на другую достала из морозилки голени сейчас разморозится потом я вытащу из них косточку и буду готовить ужин и буду делать рис по-турецки с макаронами но это видео будет наверно следующим достала большую чашку куда мы будем выкладывать все жареную минута у меня прошла помешаем и обжарим еще минутку я совсем забыла показать баклажаны посолили и залили водичкой чтобы они постояли в воде две минутки у нас прошло я выключаю у вас немного все обжарилось и выкладываю в тазик баклажаны у меня приезжали минут 15 около 20-17 может быть вода такая темненькая стала я сейчас солью воду отожму их по возможности поставила сковороду с маслом и сейчас будем обжаривать баклажаны тоже две минутки по по минуте с каждой стороны чтобы они чуть-чуть подрумянились но внутри были с пюринкой минутка прошла я их перевернула жарим еще минуту перчить солить ничего пока делать не надо минута вышла чуть-чуть поджелотили с другой стороны выкладываем их сюда к нашим овощам и дожариваем все остальные баклажаны здесь мне еще наверное на две сковородки баклажаны отжимайте получше от воды чтобы они не стреляли хотя как я поняла что можно просто подсолить и не надо их вымачивать совершенно сейчас баклажаны такие что они не горчат но я делаю по рецепту рецепт я увидела в тик токе и решила попробовать что получится так что готовим с вами вместе в первый раз пробовать тоже будем вместе я скажу честно понравилось мне или не понравилось и так овощи у нас все готовы нам надо их хорошенько перемешать и немного остудить но они у меня уже практически остыли попробовала баклажаны обалденные прям хоть так ешь просто не соленые недосоленый ну а теперь нам надо будет сделать маринад я беру кружку добавляю по рецепту уксуса делите проценты и две столовые ложки но с уксусом мне кажется надо быть поосторожней я наверное добавлю одну столовую ложку кукса вот у меня ложка сейчас вот так вот так две столовые ложки воды вода вторая ложка рецепту две столовые ложки сахара ну что-то мне кажется тоже будет многовато таким рецептом я не особо как бы доверяю вот именно в маринад и когда но дело уже на свой вкус я наверно возьму тоже одну ложку ложка я взяла чистую вот так вот добавлю сахара и одна чайная ложка написано соли но чайную ложку без горки я добавлю у меня получится где-то полторы вот таких вот ложечки так теперь это все надо будет тщательно перемешать чтобы все растворилось добавим сюда чеснок и петрушку вроде как все растворила залью вот этим маринаде ком сейчас всем растворила да не до конца добавила еще чуть воды сейчас ее так перемешаю так но теперь все перемешаем готова я взяла контейнер с крышкой сейчас это все выложу в контейнер вот так вот это все выглядит вы знаете я попробовала баклажан как бы уже вкус неплохой но не хватает перца и в рецепте не написано что перец добавить но я все-таки добавлю хотя бы сверху посыплю потом все равно это будет перемешиваться это уже как говорится моя доработка с другой стороны можно добавить всякие разные приправы что вы любите правильно я не думаю что это повредит так закрываю крышкой и ставлю в холодильник на 5-6 часов такая у нас красотища холодильник ой у меня оказывается лук был здесь уже чищенный я почистила головку про этот забыла ничего страшно все сейчас у нас пол второго увидимся где-то давайте в семь часов ну что три с половиной часа у меня прошло уже не терпится уже хочется попробовать что за закуска у нас получилось пойдем кладем вот она наша родимая я не доставала уже немножечко трясла переворачивала берем вилочку из чайник поставила я ее потрясла тоже немножечко вот так вот в холодильнике два раза тоже наверно но не пробовала сейчас откроем и попробуем баклажан немного хрустящий вкусный уксуса правильно что мы с вами не добавили две столовые ложки одной вполне достаточно не кисло перец сахара в норме единственное чтобы я еще добавила это соли чуть-чуть шок ребят вкусно добавляйте перца можно красного добавить с красным я просто вообще будет бесподобно я вам обещала оценить как есть на самом деле так важно не понравилось бы морковку не хочу пробовать потому что я ее не особо люблю мне понравилось можно делать еще и не раз но добавлять побольше соли и специи приправки а так вкусно с уксусом одну столовую ложку больше не надо добавили две было бы кисловато ну вот такой вот рецептик из маринованных баклажан приятного всем аппетита спасибо вам за лайки за комментарии подписывайтесь на мой канал и всем пока пока всем мира и добра